Коллеги, рядом со мной Дмитрий Марканов, управляющий партнер компании Patentus. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, насколько я понял, сессия была только что и она закончилась и скоро начнется следующий. В этот маленький приближуток мы смели вас поймать в наши камеры. Спасибо вам за то, что пришли. Теперь хочется узнать о всех сессиях, которые были и которые будут. Какие были темы, что будете обсуждать? Ну, утром у нас была довольно интересная сессия, даже называется правильно пленарное заседание. И она была посвящена защите легального оборота легальной продукции. О чем коротко? Это вопросы параллельного импорта и его легализации сейчас. Это риски возникновения контрафакта на рынке в связи с этим. Ну и вопросы, связанные с маркировкой товаров. Очень классно получилось, что нам удалось сделать такой небольшой диалог власти и бизнеса. Я представлял бизнес в этом диалоге и 8 спикеров было представителей власти. 8 на 1? Да, 8 на 1. Может, это символично. Бизнесу дали слово последним. Но бизнес в целом государство понимает, в непростой ситуации поддерживает. С другой стороны, у нас интересы похожие. Мы все против контрафакта. Бизнес против контрафакта, потому что он теряет на этом деньги. Государство против контрафакта, потому что оно заботится о здоровье потребителей. А в том числе и о налогах, когда продается контрафакт. Он возится без таможенных пошлин, продается серыми схемами. С другой стороны, вы понимаете, почему важна наша секция, почему она сейчас супер актуальна. Дело в том, что после событий 24 февраля мы столкнулись с абсолютным осознанием того, что у нас нет технологической независимости. Вот мы сейчас все стоим, у нас у всех телефоны зарубежные. Ваше оборудование, на которое мы сейчас записываем это интервью, тоже зарубежное. И поэтому как никогда остров стал вопрос разрешения параллельного импорта. И те люди, которые о нем даже никогда не слышали до этого, что такое параллельный импорт, сейчас все в этом разбираются, потому что это везде постоянно обсуждается. И сегодня у нас получился классный диалог между бизнесом и властью по параллельному импорту. И мы обсудили, почему 10 лет, 20 лет он был запрещен, какие плюсы были для государства. Это были инвестиции международных компаний, которые строили здесь заводы, которые давали рабочие места, платили налоги. С другой стороны, 24 числа происходит драматические изменения, компания начинает уходить, и мы вынуждены на это, как государство, реагировать. И поэтому начинается движение по легализации параллельного импорта. Хорошо, что Минпромторг занимает взвешенную позицию и подходит выборочно. Зависит от бренда, зависит от категории товара. И самое главное, к чему мы пришли, что мы выбрали, что нет белого и черного. Нельзя все разрешить или все запретить. Нам нужно искать что-то общее в том числе для того, чтобы и у потребителей был товар, и правообладатели на рынке оставались. Большинство из них, скажу вам по секрету, не хотят уходить с российского рынка. Мы обслуживаем крупнейшие мировые бренды, и все они хотят продолжать работать. Мы огромный рынок, один из самых больших в мире. Что еще мы будем сегодня обсуждать? Вторая секция наша будет посвящена также вопросам контрафакта, но уже в узкой сфере онлайн-торговли. Дело в том, что сейчас маркетплейсы стали основным каналом сбыта контрафакта. Почему так? Дело в том, что в магазин, когда ты приходишь, видишь контрафактный кроссовок, ты, наверное, сразу это понимаешь. Более туда, в этот магазин может прийти и сотрудник полиции увидеть этот контрафактный кроссовок и привлечь конкретное лицо владельца магазина, продавца, вплоть до уголовной ответственной. Продажи через интернет сложнее. Потребитель не видит товар до момента получения. Это раз. Два, есть высокая степень доверия маркетплейсу. Вот когда вы покупаете товары на Вайлберре, Слезон, вы же им доверяете. Одно дело, какой-то no-name сайт, как раньше продавался контрафакт. No-name сайты, да? Вы на него заходите и вы понимаете, ну, может быть, контрафакт. Вы рискуете, иногда не покупаете. А мне, как представителю правообладателя, очень легко закрыть этот сайт по продаже контрафакта. А закрыв его, я на 10 месяцев парализую его работу, потому что надо создать новый, нужно его продвинуть. А Вайлберрес или Слезон предлагают другую возможность. Вы создаете кабинет, и ваши товары сразу в топе. Удалили одно объявление, разместили другое. Вот сегодня мы будем обсуждать баланс интересов маркетплейса и потребителя, и правообладателя. Должен ли маркетплейс все-таки отвечать за продажу контрафакта или не должен? Потому что сейчас складывается практика, что маркетплейс фактически всегда освобождается от ответственности за продажу контрафакта. Кто же отвечает? Продавец. А кто такой продавец на маркетплейсе? Это какое-то ООО, возможно, рога или копыта, или рога или копыта, с которого потребитель ничего взыскать не может. Но и правообладатель ничего взыскать не может. Поэтому проблема становится острая. И не только у нас в России, во всем мире сейчас это самый основной вопрос по борьбе с контрафактом. Это прямо касается ритейла. Мы же за белый, за легальный ритейл. Чтобы контрафакт у нас не продавали. А будущее ритейла это онлайн торговля. Мы все уже понимаем, что это Яндекс.Лавки, Сбермаркеты, Озона и Вальберес. Даже продукты уйдут в онлайн. И если мы не наладим четкой системы ответственности как продавцов интернет-сайтов, так и продавцов, которые торгуют на площадках и самих площадок, мы не сможем гарантировать легальность оборота. И я надеюсь, что сегодня в рамках секции мы выработаем пару методик, которые будем реализовывать через судебные подходы. Мы судимся много. И мы формируем одну практику. У нас будут оппоненты, представители маркетплейсов, которые формируют, к сожалению, другую практику. Но я думаю, рано или поздно ответственность будет сбалансирована. И потребитель будет защищен благодаря усилиям, в том числе нашей компании. Мы надеемся, что в итоге будет золотая середина, потому что все прекрасно знают, что, например, застройщик, когда строил жилье, люди вкладывали свои деньги на этапе котлована. Тем самым застройщик практически не нес никаких потерь, строил деньги на деньги самих покупателей. При этом нас обязали обезопасить нас от долгостроя. При этом при всем все вот эти издержки и деньги легли на конечного покупателя. И мы надеемся, что контрафакта не будет. При этом маркетплейс должен будет для того, чтобы отслеживать контрафакт, взять в штат каких-то людей, которые будут этим заниматься. У них будет зарплата, у них будет отпускные, соцпакет и так далее. И, скорее всего, вот эта вот цена за зарплату и соцпакет конкретного сотрудника, ляжет опять на покупателей. И, надеюсь, золотая середина будет найдена, что цена не будет настолько сильно завышена из-за этого, но при этом во всем контрафакта не будет. Давайте я добавлю. Дело в том, что маркетплейс получает выгоду от продажи товаров. Это его бизнес. И если ты на этом зарабатываешь, ты получаешь за это, ну, немалый доход, огромный доход. По сравнению с офлайн-продажами у тебя нету продавцов, у тебя нет аренды помещений, у тебя действительно гораздо более маржинальная система продаж. Все, что тебе нужно разместить товар на сайте, доставить, получить за него деньги. И вот в этой связи я считаю, что такое огромное право и такой огромный доход должен коррелироваться с определенной ответственностью. И как только эта ответственность появится, я вас уверяю, у маркетплейсов есть деньги на системы борьбы с контрафактом. Они быстро будут внедрены и все заработает. Но если практика сложится таким образом, что маркетплейс не отвечает, то и имеющиеся сейчас системы будут нивелированы. Но зачем маркетплейсу тратиться на это, если он за это вообще не отвечает? Поэтому я думаю, что вы правы, как с застройщиками мы придем к этой середине. Спасибо большое за интересное общение и удачи на сессии. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо.